Аграрный университет Практика ориентированной подготовки кадров в разы расширила научно-производственную базу. Особенности развития и перспективы ВУЗа обсудим с ректором Алтайского государственного аграрного университета Николаем Колпаковым. Здравствуйте, Николай Анатольевич. Здравствуйте. Ну, прежде всего, поздравляю вас и ваших коллег с такой датой, с юбилеем. Скажите, вообще, с каким настроением вы его встречаете? Спасибо за поздравление. Настроение у нас праздничное, юбилейное. Потому что за 75 лет ВУЗу есть чем гордиться. И сегодняшний день университета говорит о том, что мы движемся в ногу со временем. В чем сегодня заключается концепция развития ВУЗа? Вот что во главе угла? Ну, надо признать, что за 75 лет истории ВУЗа ВУЗ превратился из чисто сельскохозяйственного института в аграрный университет. Это не просто слова, это изменение структуры подготовки специалистов. Это изменение структуры образовательных программ, по которым ведется подготовка студентов на шести факультетах. Мы ушли от чистосельскохозяйственных отраслей производства, а добавили к ним и сферы переработки, сферы обслуживающих и организующих отраслей. Поэтому сегодня аграрный университет закрывает сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, большой комплекс вопросов водохозяйственной деятельности, перечень проблем и подготовка специалистов для решения этих проблем в области земельно-имущественных отношений и лесного комплекса. Вот нередко в адрес именно аграрных ВУЗов звучат нарекания о том, что, в общем-то, теория оторвана от практики. Как у вас с этим обстоит дело? Я думаю, эти нарекания не совсем правдивы. Почему? Потому что практика очень быстро убегает от теории. И мы этот процесс, этот разрыв стремимся компенсировать и сократить. Что для этого делается? Ну, в первую очередь, мы сами развиваем у себя учебно-опытную станцию и обеспечиваем возможность студентам участвовать в производственных процессах, начиная от пассивных работ до уборочных. И это делается руками и силами студентов на нашем сельскохозяйственном оборудовании, на нашей сельскохозяйственной технике, на наших земельных площадях. Кроме этого, конечно же, оснащение научных лабораторий и учебных центров. И в этой связи хотелось бы отметить, что именно мы к этому юбилею приурочили несколько достаточно значимых и важных событий. Мы развиваем так называемое частное государственное партнерство. Совместно с Алтайским кластером аграрного машиностроения 6 декабря мы открываем учебно-консультационный центр. В создании этого центра приняло участие более 15 сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственных заводов, занимающихся выпуском сельскохозяйственной техники. Они обеспечили нам образцы своей техники, обеспечили всю наглядную техническую документацию. И для наших студентов это будет очень хороший подарок. Я так понимаю, что учебные базы вуза, в общем-то, отвечают современным требованиям? Мы стремимся этому соответствовать, потому что без этого завтра жить нельзя. И работать нашим выпускникам нужно на современном оборудовании, которое сегодня реально есть в хозяйстве. Вот скажите, по скольким направлениям вы сегодня готовите специалистов и планируете ли обучать каким-то новым профессиям? Может быть, с учетом того, что через 5-10 лет рынок труда кардинально изменится? Сегодня университет ведет подготовку более чем по двум десяткам направлений подготовительств и специальностей. Количество образовательных программ в рамках этих двух десятков направлений гораздо шире, потому что одно направление имеет несколько специализаций, несколько профилей, которые ближе всего относятся к потребностям сегодняшнего рынка. В качестве примера можно назвать, что в рамках традиционного классического направления, такой специальности, как агрономия, мы реализуем профиль защиты растений и экономические организационные особенности ведения хозяйственной деятельности, именно в сфере растеневодства. Но если говорить о новых направлениях, то что вы можете подчеркнуть? Буквально за 2018 год нами пролицензировано два новых направления. Это направление гидромелиорация, уровень бакалавриата, ну в общем-то она новая, но может быть забытая старая, потому что специальность гидромелиорации в 80-е годы реализовывалась в УЗИ, но потом она претерпела ряд изменений и ушла несколько в другую сферу. Сейчас новая востребована. Сегодня в рамках программы мелиорации сельскостных земель, я думаю, эти специалисты будут востребованы. Осталось дождаться малого, хорошего финансирования этой отрасли. А вообще специалисты каких специальностей, профессий сегодня самые востребованные на рынке? Или так нельзя сказать? В общем-то все направления так или иначе пользуются спросом? Востребованность наших специалистов, она по всем направлениям присутствует. Можно говорить о модных специальностях, можно говорить о самых востребованных направлениях. Вот слово модные специальности я бы не употребил, потому что это мода, дамокапризная и переменчивая. Мы же стараемся работать в тех направлениях, которые стабильны, которые востребованы годами, десятилетиями. Но это не значит, что наши направления, наши образовательные программы закостенелы и повторяют теорию, практику прошлого века. Нет, все меняется в этой жизни, и мы привносим в наши образовательные программы все те новинки, все те тенденции, которые прослеживаются сегодня на рынке труда. Я сегодня говорю о цифровой экономике и в частности о цифровом сельском хозяйстве. Мы сегодня имеем и открываем совместно с компанией Амазоны класс точного земледелия. То есть это иллюстрация того, что мы делаем, чтобы не отстать от времени. Какие возможности готов предоставить ВУЗ для тех, кто, скажем, решил посвятить себя науке? Для тех студентов, для тех выпускников, кто получил диплом бакалавра, ВУЗ предоставляет возможность пройти следующий уровень обучения в магистратуре и последующем подготовки в аспирантуре. Завершив цикл научных исследований, могут защитить свою кандидатскую и даже докторскую диссертацию. Если уж мы заговорили об уровне, о науке вообще в целом, то тогда давайте поговорим и об уровне преподавателей. Вот насколько состав соответствует высоким требованиям? Сегодня наши преподаватели, если оценивать такими общими статистическими показателями, 84% преподавателей имеют степени кандидатов и докторов наук. Порядка 15% из них это доктора, наук, профессора. То есть я считаю, что наш уровень, потенциал преподавательский очень высокий. А как вы в целом оцениваете перспективы аграрного ВУЗа? Перспективы аграрного ВУЗа, как и перспективы отрасли аграрной в России или в Алтайском крае, это развивающаяся, причем очень вскоренными темпами развивающаяся отрасль. И она будет востребована всегда, точно так же будут и востребованы наши выпускники. Наша задача только готовить их уже в соответствии с требованиями современных технологий. Эти требования, в общем-то, выполняются, соблюдаются, все совершенствуется, я так понимаю. Мы прикладываем к этому максимум усилий. А какие задачи вы ставите для себя на ближайшую перспективу? Одна из основных задач – это удовлетворение потребностей аграрного сектора экономики в квалифицированных, подготовленных и мотивированных специалистах. Вторая задача – это научное обеспечение отраслей, решение тех узких и частных вопросов, которые сегодня стоят перед сельхозтоваропроизводителями. Причем эти вопросы носят уже очень глубокий теоретический научный характер. И наши лаборатории, которые создаются, которые действуют, они направлены на решение этих задач. В частности, можно сказать, что мы у себя сейчас, с 2019 года, запускаем лабораторию биотехнологии растений и завершаем создание ПЦР-лаборатории, которая будет работать уже с генетическим материалом. Ну, я, в общем, думаю, все задачи вам будут по плечу, чего и желаю. И думаю, что сегодня, в день рождения вашего ВУЗа, наверняка у вас найдутся слова поздравлений для ваших коллег, студентов. Вот что бы вы им пожелали? Безусловно, я от всей души поздравляю преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов, ветеранов нашего ВУЗа и выпускников с 70-летним юбилеем. Желаю им добра, здоровья, не иссякаю трудолюбия и всего самого хорошего. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова